Клип на песню «Кукла». Именно на этой песне началась смена солистов Игоря Сорина на Олега Яковлева. Игорь заранее объявил о своем уходе из группы. Начались поиски достойного человека, который может заменить самому популярному паренька в стране. Мы приезжали на гастроли, объявляли конкурсы на солисты группы «Ивановича», которые нашел. Приходили способные ребята, иногда приходили такие фрики, что мы просто под столами валялись от смеха. В январе, в прослушивании в Питере, чувак приходит просто какой-то полоумный, в шортах, блин. Начинает делать что-то непонятное, типа «А-а-а-а-а», ну конечно, кошмар. Вот как Игорь никто не пел. Есть в день ее дождь, дождь зануда, дождь зазнайка, а ты все ждешь, ждешь, когда придет хозяйка. Есть продюсерский центр. Туда мы тоже попросили присылать кассеты, обычные кассеты со своим голосом. И как-то наш юрист просто, делать нечего там, а там в ящике с ними стояли, с кассетами. Так, достал какую-то кассетку, и так включил, и завис. Оттуда с этой кассеты звучал голос Сорина. Эта кассета немедленно оказалась у композитора. И Игорь мне звонит и говорит, Андрей, кажется, нашли. Он пришел на прослушивание вокальное. У меня сохранилось это видео, где он стоит, вот совсем прям лысенький, бровки домиком. И я такой смотрю, думаю, господи, боже мой, когда Сорин у нас вот такой вот прям мачо-брутал. И тут вот такой прилетел воробышек, как его называла моя сестра Юнечка. Говорю, ну, голос прям реально Сорина, очень манерка похожа. Хотя, конечно, в процессе вы уже наверняка помните, что отличие, разумеется, есть. Мы с ним познакомились, Олег, Андрей, Кирилл. Танцевать он не умел, совсем не умел, слово совсем. И Игорь мне спрашивает, сможешь что-нибудь из него вылепить на сцене? Я говорю, ну, глобально да. Хотя, вы знаете, Олег Яковлев в это время служил в театре армена Жигарханяна. И я с ним стал ежедневно репетировать, даже отдельно от Кирилла, потому что Кирилл все уже в теме. Следующая песня нужна, нужна новая песня. С Игорем Сориным записываем песню «Кукла». Также эту песню записал и Олег Яковлев. Было две версии. Первая Игоря, вторая Олега. Когда мы записывали песню в студии, надо же было имена, имена придумывать. Я такой, так, мне надо, чтобы Саша было имя, потому что я тогда дружил с девочкой по имени Александра. Мы с ней расстались, и я хотел, есть такой респект сделать, что вот это вот Саша, это вот именно про нее. А Кирилл такой, так, а я хочу, чтобы была Ариша. И вот девушка в то время, а мы такие, ну, Ариша, ну, а какая рифма? Он такой, оп, оп, ну, может, Миша. Ну, я такой, ну, какой Миша? Миша же мальчик. Ну, почему Миша мальчик? Миша, это мишка. И потом из этого Миша нам еще пришлось вставить зайца, тигры, крокодилы. За этими именами идут определенные люди. Это очень был хороший шаг. И когда во время исполнения этой песни, мне один момент еще нравится. «Кукла Ариша». Я его пою прям с таким драйвом просто. Она прям такой, мурашки вспотела. Остальные имена просто с любовью к вам, девчонки. И еще даже вам сказать, что знаете, как подходят такие взрослые уже сейчас женщины, говорят, я так ждала, когда будет Женя. Так, я, что же вы Жене-то не сказали? Кукла Люба, я же, я бы, я же тоже хотел. Как быть, как сделать такую смену в коллективе, чтобы приняли нового солиста, чтобы красиво попрощаться с Игорем? Возникла такая идея у композитора в клипе принимать участие двум ребятам, Игорю и Олегу. Если вы заметили, Игорь в песне рот не открывает. А Олежка чуть-чуть подпевает. Назначили день съемок, пригласили режиссера и понеслось. Александр Андроникян. Мы до этого не были знакомы, его пригласил Игорь, потому что типа крутой, отличные ролики он какие-то снимал. Андроникян выставил такую идею. Много девушек, необыкновенные какие-то по тем временам коллектик одежды. Снимать надо в павильоне. Все это должно быть в воде под дождем. И даже где начинается клип, где я сижу вот так же, кукла Маша не плачь, я сижу по щиколотку в воде на втором этаже Останкино. Потом всего подиума был построен бассейн, чтобы мы вообще могли в павильоне поливать подиум водой. Мы практически сделали ванну в этом павильоне. Еще помнишь, Игорек тоже, я потом его попросил там танцевать в воде. Это была как бы чистая импровизация уже у меня, когда я понял, что там очень кадр получается интересно. Хотя вода просто набралась после нашей съемки, и как раз мы использовали этот момент. Моделей Рейдстар в основном была, я помню. Очень большой буркастик. Саша Дроникяна встретились буквально пару лет назад. Я снимался в ролике рекламном, и каково было мое удивление, что Александр тоже его снимал. Вспомнили, поностальгировали, как это все было круто, какой получился клип. Кстати, ребята, как вы знаете, Александр снимал нам клип на песню кукла Маши и кукла Даша. В 98 году это был самый крутой клип и остается им посидеть. Поэтому не прошло и 20 с лишним лет, как мы с тобой снова послужили в другом жанре. Александр Дроникян был дико дотошным. То есть каждый миллиметрик, каждый сантиметрик, каждая проходочка. Вы не представляете, сколько девочки километров намотали, гуляя по этому подиуму. Я вот с этой вот кукла Маши не плачь, не знаю, несколько часов снимался, чтобы сказать там 5 фраз. Бюджет был вообще дикий. То есть бюджет был, по-моему, на тот 98 год был самый дорогой клип в России. И вот дальше съемки. Игорь в одном углу, Олег в другом углу, потому что они еще даже, по-моему, только в этот день и познакомились. Олег очень боялся. Олег боялся просто, не представляете. Еще одевать у Олега не было, что было, он, по-моему, в моей маечке какой-то. И дальше два дня, знаете, в полубезознательном состоянии. Я помню, как я отрубился где-то там в районе 5 утра, а мы начали в 7 утра, то есть сутки практически мы снимали. Дикий запах нашатыря мне в нос, и стоит Маша Лопатова, моя подруга. То есть меня не могли люди разбудить, привести себя в чувства. То есть я в оморок упал. И, конечно, когда Игоречек прыгал и так далее, он говорит, а если я упаду? А там же ничего нет, там голый асфальт. Ну, асфальт там что, мрамор. Говорит, ну давай, если не боишься. И Игорь несколько рад, под спиной, вот прям каскадер, ничего не подкладывает. Падал в эту лужу воды. Мне на это было страшно смотреть. Я говорю, Игорь, очень аккуратненько, пожалуйста. Вот эти вот переходы тоже долго снимали, когда Игорь уходит в тень, а Олешка выходит, тоже было там продумано до миллиметров. Мы волновались, мы не спали. Есть ли в этом клипе нечто... Нет. Нет, да? Абсолютно. А может быть... Я думаю, что нет тоже. Ну, хорошо, ну тогда... Бессмысленно об этом. А потом все, надо выпускать Олега. Клип еще не вышел, его еще народ не знает. И у нас, конечно же, концерт где? В городе Сочи. В Сочи, видите, первый сольный концерт был Иванушек, и вот первый выход на сцену был и Олега Яковлева. Я ему все научил. Я говорю, выходишь, поешь, пируэтик, народ будет молчать. Тебе точно никто не поймет, что ты делаешь вообще в коллективе, когда там Иванушки и Игоречек. Я говорю, продержись эти там пять минут, и уматываюсь за кулисы. Мы стоим, я говорю, а сейчас у нас премьера песни впервые, реально впервые. Я хочу пригласить на сцену нашего друга, я еще не говорил, будущего солиста, нашего друга Олега Яковлева. Ребята раньше ушли за Кирилл, Сави с Игорем. Я вот представляю Олега и тоже ухожу за кулисы, и вот так вот мы все за кулисами стоим, композитор, все. Выходит, Олежка, разумеется, народ, непонятно, спел, как я ему сказал, по-моему, даже спел сказать спасибо, тихо опять. Спасибо. Как Брестникова надо говорить. Спасибо. Мы все выдохли, не знаете, почему выдохли? Потому что он, слава богу, не упал в обморок на сцене. Сорин снова вернулся на концерт, на концертную площадку. Олежку там уже отмачивали мокрыми полотенцами и вентилятором. Как появилась эта самая кукла в клипе? Коллекционер Юлия Вишневская. У нее музей кукол есть в Москве. Рекомендую заглянуть, потому что наверняка вы там увидите самую куклу Машу или Дашу, которая снималась в нашем ролике, где она падает в лужу. Потом в кадре появляется Юлия Вишневская, где она реставрирует эту куклу. И она любезно нам ее предоставила. Большое спасибо, потому что это не куклы-мухры, не кукла из магазина игрушек. Это очень крутой экземпляр. Клип я снимаю давно, скажу сразу. Мне было очень приятно работать с этим замечательным коллективом под названием Юлия Вишневская Интернешнл, который я люблю все тело погромче, чтобы случиться. Люблю очень Юлия Вишневская Интернешнл. И, конечно, кукла ей уже нафиг не нужна. Вот она в лужи и валяется. В человеческой трагедии она стоит, рыдает. И оказывается, что она рыдает около витрины вот этого самого музея. И видит эту свою куклу детства. Она понимает, что всем надо было делать иначе. Перестраивает свою жизнь, становится хорошей студенткой. Настоящим человеком. Ладно, это я уже шучу. Спасибо, что слушаете Иванушек. Спасибо за то, что смотрите мои истории. Клип сториз. Пойду. Пойду отдам очки в музеи. Они, по-моему, те же самые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.